А вот результаты другой проверки уже озвучили. В Доме детства все спокойно, но рекомендации направили. Сегодня в областном министерстве образования огласили результаты проверки санаторного Дома детства, который возглавляет Валентина Тазикенова. Напомним, проверка была инициирована после заявлений блогера Марата Миндиярова. В своем интернет-журнале он писал, что в Доме детства много нарушений. Детям якобы не разрешали есть вилкой, не оказывалась специальной медицинской помощи и еда не самая лучшая. На пресс-конференцию собрались почти все члены комиссии, специалисты Минобразования, Роспотребнадзора, медики. Отметили, что проверку провели тщательно, изучили все, что можно. Вердикт – питание соответствует нормам, у детей есть все необходимое. Медицинский персонал справляется со своими обязанностями. Проверили и финансовую жизнь Дома детства. Целевые денежные средства, которые поступают из различных структур, из бюджета, в общем-то они вовремя приходуются, в полном объеме, используются по целевому назначению. Нужно особо сказать на том, что те дети, которые имеют сберегательные книжки, средства, которые поступают на эти цели, тоже поступают грамотно, правильно, средства не снимаются. Специалисты Министерства образования не забыли отметить особенную характеристику – маленький процент детей, которые, выходя из Дома детства, попадают в тюрьмы. Это большой плюс, говорят эксперты. А директор Валентина Тазикенова от своего заявления с обвинением блогеров в клевете не отказывается и намерена ждать суда. Да, и миллион рублей я написала взыскать с этого блогера. У нас есть мечта с нашими воспитанниками сделать благоустройство двора так, чтобы превратить Дом детства во дворец. А нам как раз на это средств не хватает. Работать в учреждении с детьми сиротами – это подвиг, признают наши эксперты. И все же отмечают, что информация, озвученная в блогах, уже появлялась неоднократно. Это наводит на определенные выводы. Источник, который всю эту информацию выдал, он не выглядит очень уж таким благонадежным. И это, конечно, повредило той информации, может быть, даже и правдивой, которая в итоге вылилась на свет. Потому что, конечно, в этом смысле Валентина Тазикенова выглядит гораздо более респектабельным человеком на фоне молодого человека, который хотел там работать, но которому якобы работать там не дали. Марат немножко, конечно, перегнул палку, но по-своему, возможно, он в чем-то был прав. Потому что из разговора с Валентиной Николаевной порой появляются такие выводы, что что-то там не так, что она привирает. Потому что, например, на блоге ее воспитанники пишут, что он там на уроке якобы удалил там школьницу, что-то выгнал за то, что она там сидела или ВКонтакте, или на кнопку не на ту нажала. При этом Валентина Николаевна утверждает, что он не провел ни одного занятия. Тогда где правда-то? Лицемерие может быть слишком грубое слово, но так или иначе большинство педагогов и вообще людей, работающих в этой сфере, говорят, что ну да, мы все прекрасно понимаем, что что-то там не так. Но никто не хочет, лись на рожон, что называется, никто не хочет оставаться крайним, никто не хочет озвучивать ту информацию, которая им известна. Я могу сказать, что несколько все-таки разных источников говорят о том, что, наверное, ситуация, если не критичная, то, по крайней мере, сложная. По мнению экспертов, скорее всего, блогер проиграет дело в суде, но в сложившемся скандале есть плюсы. Проверка, она не помешает. В принципе, сейчас по всем детским учреждениям после санаторного дома детства пройдутся вот эта лишняя встряска, когда и проверено, что там деньги расходуются. И что там с питанием и медицинским персоналом. Это только хорошо и для детей, и для, в принципе, всех учреждений.